Власть народу решились наконец доверить ивановские депутаты. На последнем заседании городской думы было объявлено о том, что в областном центре введена экспериментальная практика по выделению ТОСу целевых средств. Мы к решению этого вопроса шли два года, потому что до того, как предусмотреть субсидию в бюджете города на финансирование этого ТОСа, нужно было подготовить всю правовую базу для создания ТОСа как юридического лица. То есть этот ТОС, он наделен полномочиями юридического лица, исполнительными функциями и он имеет свой расчетный счет для того, чтобы те обязательства по благоустройству, которые передает ему исполнительная власть, выполнить в полном объеме. Первопроходцем стал ТОС Березняковский. Из бюджета ему были выделены около 700 тысяч рублей. Целенаправленно на коронирование деревьев и уборку снега в зимний период. Мы почему к этому пришли? Потому что мы находимся на окраине города Иваново. И наш ТОС, он очень разбит как частный сектор. Очень много проулков, переулков. Раньше никто не занимался ни чисткой снега, ни благоустройством. Только по письмам, по жалобам к депутатам. А когда это стало более в свободной форме и более быстрее, мы увидели, что мы сами быстрее можем это дело сделать и окажем помощь посильную городу. Местные жители вовремя поняли, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. На то оно и самоуправление. Правда, на все бюрократические проволочки ушло больше двух лет. Да и чиновники не обрадовались тому, что ТОСы сами смогут выполнять тот объем работ, с которым раньше приходилось обращаться в управление. Рассматривался этот вопрос. И так как мы много уже сделали, и с нами работают и управление по благоустройству, все отделы. И они отнеслись к этому с пониманием и поддержали нас. И на Думе этот вопрос рассмотрелся положительно. Прямо на территории ТОСа находится частное предприятие, с которым после составления сметы и одобрения со стороны чиновников был заключен договор. Стоимость услуг подрядчика не выходит за пределы установленных норм. Зато сколько пользы принесет ТОСу и городу. Приедете через год. То, что вы сейчас увидели и то, что вы увидите через год, и мы вам покажем. Вы можете приехать зимой и увидите, что наши все улицы будут вычищены. Не все ивановцы остались довольны благим делом депутатов. Общественник Андреев Танеев усмотрел в действиях избранников народа противоречие законодательством. Вообще поражает в этой истории то, что, как наши депутаты, прекрасную идею, которая работает во многих западных странах, смогли обличить в коррупционно-распильную схему. Они взяли и передали юридическому лицу без проведения конкурсов 600 тысяч из городского бюджета. То есть, тем самым они лишили возможности конкурировать другим ТОСам на этом рынке. Фирмы, которые могут представлять эти данные услуги, просто распоряжением городской думы выделили эти деньги. Конкурентов у Березняковского нет, ведь в данный момент это единственный ТОС со статусом юрлица. Это специально было лоббировалось с депутатом, одной из депутатов городской думы, чтобы именно этот ТОС стал юридическим лицом. Если бы, я уверен, если бы просто было бы распоряжение или хотя бы предложение этим ТОСам, другим ТОСам в городе, у нас более 20 ТОСов, стать юридическими лицами и поучаствовать в этом эксперименте, я думаю, многие бы зарегистрились, как юридические лица и поучаствовали. Автонеев уже написал заявление в прокуратуру и УФАС, на чьей стороне окажется закон, покажет время. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.